Более подробно эту тему обсудим с Алексеем Оржелем. Это глава Киевского офиса секретариата энергетического сообщества, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины с 2019 по 2020 год. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать. Доброе утро. По атакам на российские НПЗ. Насколько эти атаки и в целом вывод из строя, даже временно, таких НПЗ, учитывая, что Российская Федерация Монополист и сырьевая страна, у них очень много нефти, давайте говорить откровенно, но насколько им ломает логистику и производство переработка нефти в топливо подобного рода удары и вывод из строя этих НПЗ? Ну, давайте исходить из того, что сами расисты закрыли экспорт бензина, начиная с 1 марта, то есть это в большей степени удар по внутреннему рынку. Также есть экспорт нефтепродуктов, легких нефтепродуктов, тяжелых нефтепродуктов. Мы все понимаем, что после того, как Россия потеряла источники доходов за счет газа, она потеряла как раз премиальный европейский рынок, там, где она получала наибольшее количество доходов. Основной ее источник для того, чтобы финансировать военную машину, да, и социальные расходы, расходы в Российской Федерации, это вот нефтедоходы. Показательно то, что удары по нефтепереработке очень болезненно воспринимаются российской стороной, и, наверное, вот эти вот сигналы, которые посылаются, возможно, американской стороной, потом мы видим определенные заявления о том, что не стоит украинской стороне как-то бить или не бить по объектам нефтепереработки. На самом деле это означает для российской стороны то, что товар с большей добавленной стоимостью, то есть это те объекты, на которых работают расисты, которые делают определенный вклад в ВВП, который потом идет потенциально на внутренний рынок и на экспорт. Эта сфера уничтожается, и поэтому они должны будут компенсировать за счет сырой нефти. А если мы посмотрим с той точки зрения, то там также есть достаточно, есть тенденция к большей эффективности санкций, которые прокладываются на этот теневой флот, и также, например, как основной партнер Индия начинает отказываться от долгосрочных контрактов и вообще отказываться от нефти с российских танкеров, от российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Индии. Это означает, во-первых, снижение доходов, во-вторых, экспорт более сырьевого продукта, как сырой нефти, а в-третьих, это на самом деле означает еще и то, что просто проще определить и мониторить использование качественного и эффективного использования санкций. То есть в данном случае действительно это критически важные удары, ну и не забываем еще несколько факторов, таких как, что внутреннее производство нефтепродуктов влияет и на пассивную кампанию, все-таки расисты пытались в свое время заменить Украину на мировых рынках, говоря о том, что они могут дать какой-то свой определенный элемент в продовольственную безопасность, и надо не забывать, что теми же нефтепродуктами пользуется российская армия, которая на сегодня занимается террористической деятельностью и оккупацией территории Украины. Поэтому это вот сам тот шум, который мы имеем вокруг ударов украинских и очень эффективных ударов по НПЗ, показывает на то, что и логистически, и с точки зрения финансовой это абсолютно правильные и болезненные удары для Рашистской Федерации. И их необходимо продолжать. Я боюсь, наверное, привести такую аналогию, что когда мы бьем эффективно по НПЗ, а расисты бьют по нашим объектам энергетики в ответ. То есть они пытаются также нам нанести максимально больные удары по нашей инфраструктуре, тяжелейшие удары по нашей инфраструктуре, как бы, возможно, в ответ на наши очень точные и правильные удары по их сфере на нефтепереработки. Алексей Анатольевич, а как быстро сработает этот эффект домино? Но поскольку цены тоже, давайте говорить честно, держатся, даже где-то снижаются на бензин, я имею в виду. И вот коммерсант пишет, ссылаясь на свои источники о том, что вот только сейчас российские нефтяники начали распродавать запасы бензина после ударов беспилотников на НПЗ. И вот по их данным, значит, производство бензина в России за неделю 13-19 марта упало на 3,9% на относительно предыдущей, к примеру, недели и на 5,2% на относительно плана выпуска до 779 тысяч тонн. То есть минимальный объем производства был отмечен 18 марта. Это 104,7 тысяч тонн в день. Тут видно колоссальное уменьшение. Но как быстро это ощутят непосредственно россияне на своих кошельках, покупая бензин? Смотрите, тут есть два фактора. Первый фактор – это все-таки действительно на таком рынке, как нефть и нефтепродукты, всегда существуют запасы. Более того, есть соответствующая даже директива Европейского Союза, которая требует иметь определенные запасы нефтепродуктов для того, чтобы сглаживать критические моменты на рынке бензина и дизеля, тем самым снижая ценовые пики. Это нормально, это на самом деле общемировая практика. Теперь Рашлисты используют свои запасы для того, чтобы снизить, соответственно, давление на внутренние цены бензина и дизеля. С этой точки зрения есть определенные показатели, которые говорят о том, что таких запасов должно быть на порядок месяц-три месяца. И как раз, когда они будут вырабатываться, будет появляться соответствующий дефицит. Давайте обратим еще внимание на то, что логистически фринская сторона может доставать российские НПЗ именно на европейской территории. Европейская территория все-таки является, ну давайте объективно, более развитой территории, нежели восточная территория Рашистской Федерации. И там дефицит будет чувствоваться намного быстрее. Как бы любой НПЗ, он строится с определенными факторами. Во-первых, на наличие сырья, а второе, логистически для того, чтобы покрывать соответствующие регионы потребления еще в советские времена. И как раз НПЗ Рашистов, они такие распределены для того, чтобы все-таки равномерно обеспечивать собственных потребителей. Поэтому в точках, там где мы качественным объемом объектам НПЗ, дефицит будет чувствоваться раньше. Надо будет перебрасывать определенный объем из других регионов. Это будет более затратно. Это будет снова-таки повышать цену. Но и насколько я смотрел, у них небольшой рост, но постоянно уже несколько недель на внутреннем рынке. И давайте не забывать о том, что мы имеем дело не с рыночными условиями в Российской Федерации. Это абсолютная диктатура террористическая. И поэтому я думаю, что и Путин не заинтересован в том, чтобы были панические заголовки новостей о том, что в России очень сильно растет цена на нефтепродукты из-за обстрелов НПЗ с украинской стороны. Это значит, что может быть абсолютно задействованный административный ресурс, который не позволяет показать реальное состояние дел на рынке нефтепродуктов. Но снова-таки я практически уверен, что есть запасы, которые могут срабатываться в течение трех месяцев. А расисты пытаются оптимизировать собственную логистику для того, чтобы больше заработать, потому что иногда им получается больше экспортировать, меньше экспортировать. И этот момент был заложен еще ранее, когда уже были наложены внешние санкции на нефтепродукты российской стороны. И как раз вот запасы, которые позволяли, скажем так, получить иногда большую доходность, если ты их придержишь на нефтебазах, оно и сейчас может играть, в принципе, на руку. Но давайте не забывать, что на НПЗ есть уникальное оборудование. Не всегда оно на сегодняшний момент уже производится в Российской Федерации. Иногда это оборудование требует поставок из Запада. И если действительно будут эффективные санкции, контроль поставки критического оборудования, то восстановление может занимать не месяц, как заявляет Российская Федерация, что они там в апреле полностью возобновят производство, это может занимать полугодие, а может и года, в зависимости от того, насколько было нанесено повреждение по НПЗ. Как результат, дефицит будет чувствоваться как раз уже через 2-3 месяца и той же тенденции, и снова-таки при невозможности восстановить объекты НПЗ. Тут у меня еще уточнение, Алексей. Вот Росстат уже зафиксировал снижение производства дистоплива на 2,7% на фоне атак на НПЗ. Это здесь касательно дистоплива, насколько временная история, учитывая то, что его надо и перерабатывать, и тем более пассивная идет, и это для войны Российской Федерации против Украины очень нужное средство ведения войны дистоплива. И вот касательно того, потому что в последнее время очень много дискутируют по поводу того, что эти удары по НПЗ российских очень влияют на цены нефти во всем мире. Вот этих два аспекта, насколько действительно влияют, по вашему мнению? Я бы не драматизировал вопросы по цене нефти. Прямой корреляции по ударам НПЗ очень сложно проследить. На самом деле тут я бы больше проследил за корреляцией, когда фуситы блокируют транспортировку, обстреливают танкеры, и это повышает стоимость страховки, это повышает стоимость перевоза барреля нефти. И на самом деле есть другие факторы. Снова-таки есть ОПЕК. ОПЕК добровольно сократил объемы добычи для того, чтобы держать уровень цен на определенном уровне. И мы видели визит Блинкина, соответственно, к участникам ОПЕК, которые бы говорили о том, чтобы возможно заместить некоторые ограничения, которые вызывают тот эффективный уничтожение НПЗ в Российской Федерации. Я бы не говорил о том, что на цены на нефть это влияет глобально. Снова-таки мы говорим о том, что есть другие факторы влияния. Если, например, санкции эффективны, и, например, индийские нефтеперерабатывающие заводы больше не берут российскую нефть, конечно, они идут на мировой рынок и являются фактором повышения цены и берут другие марки нефти для нефтепереработки. И в данном случае тут больше эффект будет иметь как раз вот эта вот, скажем так, экономическая дипломатия, которая позволяет заместить объемы марки «Уралс», марки «Сокол», это российские марки нефти, для того, чтобы можно было, в принципе, заменить другими марками. Это не всегда-то возможно с технологической точки зрения. И как раз эффективны такие шаги и действия, когда американская сторона, когда европейская сторона, когда, возможно, даже те же страны Азии могут находить источники, подписывая долгосрочные контракты. Долгосрочные контракты означают долгосрочные поставки и тем самым снижая давление на мировые цены на нефть. Я думаю, что это больше эмоциональный фактор. И на самом деле то, что влияет на мировые цены на нефть, это действительно немного другие факторы, с которыми надо работать. И если, например, в Соединенных Штатах Америки действительно боятся роста цен, то стопроцентно у них есть другие рычаги влияния на этот рынок. И на завершение, Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, боится ли Российская Федерация ударов по российским НПЗ, уничтожение их либо частичную приостановку работы? Ведь на восстановление этих же НПЗ, как говорят и международные партнеры, нужны в том числе и зарубежные детали запасные, которые, кстати, под санкциями? Конечно, боится. И мы видим их реакцию. Более того, я бы еще сосредоточился не только по НПЗ, но и по инфраструктуре, логистике. Это нефтепроводы, это газопроводы, это морские терминалы. Они также находятся в достижении украинских дронов. И мы видим, как они эффективно защищают. То есть, на самом деле, кроме того, что они стягивают ПВО на свои объекты нефтепреработки, пускай они расставят ПВО по всем компрессорным станциям трубопроводов. И это еще больше необходимость ПВО. Мы видим, насколько оно эффективно. С другой стороны, если говорить по тому же, по тот же трубопровод, мы не должны бить по трубопроводу, мы должны бить по критическому оборудованию. Это объектом компрессорных станций и автоматики рядом с компрессорными станциями. То есть, та автоматика, которая находится под санкциями, которую очень сложно произвести с нуля. И там есть действительно оборудование всем известных европейских компаний. Вот если мы бьем, на самом деле, не по всей компрессорной станции, где стоят компрессоры, а по пункту управления, который представляет собой небольшое здание, на самом деле, и полностью уничтожаем всю автоматику, мы одним дроном можем положить работу трубопроводов на долгие-долгие месяцы. Поэтому очень правильно бить именно по критическим объектам этой инфраструктуры, бить вообще по возможности того, не то чтобы произвести, но и также доставить до границ РФ и возможности ее, в принципе, транспортировать и загрузить на танкеры. И я думаю, что мы в этом уже достигаем определенных успехов, и успехов будет еще больше. Да, спасибо вам большое, Алексей, за ваше время для телеканала Freedom. Напомню нашим зрителям, Алексей Оржель, глава Киевского офиса секретариата энергетического сообщества, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины 2019-2020 годов был с нами на связи. Спасибо.